Всем привет друзья! В этом уроке мы с вами изучим типы привязок Snaps, также разберемся как правильно с ними работать. Привязки в 3ds Max предназначены для более точной и удобной работы с объектами и под объектами. С помощью привязок мы можем более точно позиционировать один объект относительно другого объекта, а также строить новый объект точно по поверхности другого. Различают всего 4 типа привязок. Это объектная привязка, находится она здесь, или пространственная, как ее еще называют. Угловая привязка, процентная привязка и привязка для включения интервалов. А теперь мы поговорим более подробно о каждой из привязок. И рассмотрим привязки на примерах, чтобы сразу наглядно все было видно и не возникало много вопросов. Итак, первая привязка объектная включается на горячей клавиши S. И нажатием на вот этот вот треугольничек мы можем выбрать, какой тип объектной привязки мы будем использовать. Цифра 2 обозначает, что данная привязка будет работать только в одной плоскости топ. А сейчас объясню подробнее. Давайте настроим эту привязку. Во-первых, включим Vertex, чтобы мы могли привязываться к точкам объекта. Зайдем в опции. Здесь включим обязательно галочку Enable Axis Constraint. Также нажимаем галочку Snap to Frozen Objects, потому что зачастую чертежи или объекты из автокада мы замораживаем. Для того, чтобы к ним привязаться, должна быть включена эта галочка. И Display Rubber Band. Эта галочка позволяет увидеть резинку натяжения, когда мы тянем один объект к другому. Видите, желтенькая. Это и есть Rubber Band. Итак, здесь мы все настроили. Можем закрыть это меню. И теперь давайте попробуем. Если мы возьмем этот объект, то прежде чем начинать работать с привязкой, нужно указать ось, по какой мы будем привязываться. Если мы указываем одну ось, смотрите, то перемещая этот объект, мы видим, что он у нас не двигается ни вверх, ни вниз, а двигается только по этой оси. Если же мы хотим, чтобы объект у нас свободно двигался в любом направлении, то мы должны выделить его вот за этот Axis Constraint, которого мы галочку ставили. Теперь смотрите, наш объект может привязываться в любом направлении, да? Ну, то есть, x, y. По z, естественно, мы не сможем перемещаться. Видите? Теперь мы можем перемещаться по любой точке. Теперь мы возьмем этот объект. И смотрите, так как этот объект стоял на нуле, и этот объект стоял на нуле, теперь мы можем свободно привязаться к этому объекту по его нижним точкам. Отсюда мы делаем вывод, что двоечка, привязка двоечка, она срабатывает только на плоскости топ. На виде фронта она тоже не работает. Смотрите, если мы переходим в вид фронт и пытаемся привязать, то здесь она не работает. Видите? Теперь смотрите, если мы переключаем привязку две с половиной, то здесь уже идет более интеллектуальная работа. То есть, смотрите, мы можем и берем перемещение сразу по всем направлениям, то смотрите, здесь мы можем привязываться к этой точке, к этой точке, и можем привязаться к этому объекту, который на определенной высоте находится. Видите? Он не стоит у нас на плоскости, но тем не менее, включив два с половиной, мы как бы работаем в трех направлениях, да, и по оси z. Но объект на самом деле перемещается только в плоскости, в одной плоскости. То есть, видите? То есть, он не перемещается наверх, а перемещается по плоскости. Это более интеллектуальная привязка. И третий вид привязки, это троечка, она работает в перспективе или в ортографик. То есть, мы можем взять объект, как тут его можем переместить, видите? Но тут мы не видим точно, куда мы его перемещаем, поэтому переходим на этот вид, и уже здесь мы его можем взять и свободно перемещать куда нам угодно. То есть, более точная привязка. Так, теперь давайте рассмотрим еще один случай. Вот, допустим, со сплайнами, в принципе, та же самая работа ведется. Та же, что и с объектами. А теперь смотрите, такой случай. Вот у нас объект, да? И мы хотим, допустим, расставить его по углам, точно по углам этого прямоугольника, да, бокса, скажем так. Берем этот объект, выделяем вот это перекрестие, да? Чтобы он по всем осям опять-таки двигался. Потому что, если мы возьмем так, то, смотрите, он будет двигаться только по одной оси. Видите, как бы мы не меняли направление, он не изменит своего направления. Так, а так мы сразу его выделяем. Берем, допустим, за этот угол и ставим сюда. Ну, а я, допустим, хочу его поставить сюда, чтобы он плоскостью стоял как раз на этом боксике, да? Вот мы его поставили. Теперь смотрите. Допустим, я его хочу перевернуть. Но если я включу Rotate, начну его поворачивать, то вы видите, он точно не поворачивается. То есть, у него какие-то там десятые, сотые градуса идут, повороты, да? Берем Engle Snap Toggle. Вот это уже вторая привязка угловая. Нажимаем ее правую кнопку мышки. Здесь мы можем указать Engle, процент поворота, да? Ну, давайте укажем 45, допустим, градусов. И закроем. Теперь смотрите. Раз, два, три, четыре. То есть, очень легче, намного легче стало поворачивать. И теперь, смотрите, включая эту привязку и не убирая той привязки, она в принципе работает только для Rotate, угловая привязка. Мы можем этот объект конусом поставить четко на этот уголок. Видите? А теперь, выделяя только одну ось, зажимаем Shift и копируем объект. Ставим его снова сюда, отпускаем. И смотрите, у нас копия точно располагается в этом месте. То же самое мы можем проделать с двумя объектами. И выделяем с зажатым Shift, вернее, с зажатым Alt, выделяем одну ось, по которой будет идти у нас направление, да? Копируем и устанавливаем именно эту точку. Видите? Тянем сюда, отпускаем, копия, все. У нас эти объекты стали своими угловыми точками точно на углах этого объекта. Так, рассмотрели и этот вопрос. Теперь смотрите, для чего служит процентная привязка. Допустим, мы захотели увеличить на равное количество, не заходя вот в это меню, да? Можно, в принципе, так увеличить. Смотрите, 110, да, допустим, и вбили. Видите? Или не, неправильно. Лучше выбрать, чтобы действовал пивот для каждого объекта в отдельности. Вот, потом указываем, допустим, 120. И вот объекты увеличились. Но, видите, их точки сместились. Почему? Потому что пивоты не стояли именно в этих точках. Для этого, смотрите, что мы сделаем. Для начала, нам необходимо взять пивоты этих объектов. Привязка у нас должна быть включена. Ну, можем включить общую, можем, в принципе, не включать общую. И мы должны перевести, переместить пивот. Именно сюда. Теперь, смотрите, когда мы включаем процентную привязку, здесь мы можем указать количество процентов, на которые будет меняться объект при включенной этой галочке, при включенном скейле. Смотрите, раз. Видите, он меняется не плавно, как при обычном скейле, да? А он меняется такими градациями. То есть, он меняется на 20% от изначальной величины каждый раз. То есть, видите, тоже очень удобная функция. И так как пивот располагается здесь, у нас увеличивается только эта часть, а эта никуда не сдвигается. То есть, понимаем. И рассмотрим последний тип привязок. Это спиннер. А спиннер, он, в принципе, работает с привязками какого типа. Вот, смотрите, у нас есть объект, а мы хотим изменить его положение. Но чтобы вот эти сотые не менять, разные, да, мы можем включить спиннер. И вот здесь вот указать значение, на которое будут меняться или размеры объекта, или его перемещение, когда мы нажимаем на галочки. Смотрите, теперь, когда мы нажимаем на галочки, он ровно меняется, допустим, на 10 пунктов, да, на 10 сантиметров. Видите, как удобно. То есть, такими градациями. Теперь давайте рассмотрим работу со сплайнами. И с привязками. Смотрите, включаем привязочку 3, так как мы работаем в ортографик. Берем, допустим, сплайн. И пробуем начертить, то есть, привязать дорогу именно четко, вот по этому сплайн, да, чтобы она вот огибала все эти ямки, впадины и так далее. То есть, смотрите, если мы просто идем по вертексам, это не очень удобно, да, почему? Потому что у нас получается, она такая, ну, как бы привязанная к вертексам, и будет повторять. Давайте включим вид, чтобы нам видно было, что мы строим. Вот. И нам, как бы, получается, оно строит такой, ну, строго привязанный объект. А допустим, если мы хотим какую-то волнистую линию изгибом построить, да, смотрите, что мы делаем. Мы заходим в привязки. Здесь у нас были вертексы. Мы вертексы, в принципе, можем отключить. И включаем фейсы. Также можем включить middle point. То есть, это средина фейса и средина грани, да, может использоваться для построения. Ой, вернее, средина грани. Средина эджика. И смотрите, теперь, когда мы начинаем строить линию, то есть, мы привязались, то линия у нас теперь никуда не привязана. Она может быть привязана по вот этому фейсу в какой угодно, в какой-либо угодно точке фейса. Смотрите, тут могу, могу тут, да. И пошел плавненько строить как мне угодно, да. Допустим, вот этот изгиб. И пошел вот строить как мне удобно. Смотрите, как хорошо все получается. Все. Вот таким образом можно легко строить сложные различные сплайновые формы именно по новому объекту. То есть, один объект строим строго по другому объекту. Давайте еще раз пройдемся по горячим клавишам. Значит, S. Это включает объектную привязку и отключает ее. Нажимаем на треугольничек. Можем выставлять 2, 2,5, 3. Я объяснял для каких случаев какая. Потом. Angle Snap. Это горячая клавиша A. То есть, нажимаем, отжимаем. Это угловая привязка. Процентная привязка. Это Shift, Ctrl, P. Ну, это очень неудобная горячая клавиша. Ну, горячие клавиши. Поэтому можно их перестроить в меню Customize. И Spinner Snap Toggle тоже можно настроить в меню Customize. В этом уроке вы узнали о привязках, поняли принцип работы с ними и увидели в чем их отличие. Оставляйте свои комментарии под этим видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Спасибо за внимание. Всем пока.